В Энгельсе появится новая лаборатория, в которой будут принимать анализы на коронавирус. Как сообщил в своем инстаграм-аккаунте вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, откроется она в Энгельсе на базе городской поликлиники номер 3. Для нее уже закупили самое современное оборудование, которое позволит проводить до тысячи тестов на COVID-19 в сутки. Планируется, что лаборатория заработает к 7 февраля. Тем временем заболеваемость держится на одном уровне. Как сообщает информационное агентство Саратов-24, только за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 250 жителей региона в Саратове-103. В Саратове случилась трагедия. В заводском районе на ребенка упала льдина. Мальчик погиб. На место ЧП выезжала Татьяна Загородняя. По словам детского омбудсмена, крыша была очищена, но на балконах висели сосульки. В связи с этим ответственность будут нести владельцы квартиры, с балкона которого упала ледяная глыба. Татьяна Загородняя попросила саратовцев напомнить детям правила безопасности не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, не задерживаться на крыльце, а быстро отходить на безопасное расстояние, поднимать голову вверх, чтобы убедиться в отсутствии свисающих глыб. Ежегодно 25 января в России отмечается День студента. Так случилось, что именно в Татьянин день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов. Сейчас в средних образовательных учреждениях области обучается 57 тысяч человек, а высшее образование получает более 70 тысяч студентов. В связи с праздником на территории Саратовской области запрещена продажа алкоголя.